Всем привет! Ну вот мы снова вместе. Мы на канале Мистер Милен. И я с огромной радостью и с огромной скоростью спешу вас всех поздравить. 7 января! Светлый христианский праздник Рождества Христова. Всех с праздником, друзья! Всего самого лучшего! Счастья в этом новом году и в последующих годах, чтобы оно не покидало вас, чтобы все мы были безгранично счастливы. А сегодняшнее наше мероприятие, виртуальное, да, оно посвящено, конечно, еще одному событию. Событию 7 января. Родился замечательный человек. Это мой племянник, это мой крестник, это сын моего родного брата Вадим. Вадимка, привет! Это значимое число! Это незабываемая дата. Это крутое число. Вообще, в принципе, счастливое число, семерка. Я просто верю в то, что ты не просто родился в этот день, да, потому что Боженька тебя обязательно поцеловал. Ты гений. Ты замечательный человек. Тебе сегодня 17 лет. Пожелать тебе успеха в учебе. Наверное, я не буду это делать. По одной только причине. Потому что у тебя круглые пятерки. Я более чем уверен, ты закончишь школу обязательно с золотой медалью. Ты закончишь первый вуз обязательно с красным дипломом. И второй, третий. Я уверен, у тебя будет несколько высших образований. Ты человек, который рожден для этого. И наверняка ты рожден для науки. А нам, ученые, в нашей стране, ох, как нужны. Вадимка, карты тебе в руки. У тебя все впереди. Ты молочина. Я тобой горжусь. И сегодня поздравление тебе лично от меня. От твоего дяди. Родного дяди. Милен. Знаешь такого? Ну вот как-то так. И у меня особенное, конечно, еще поздравление и низкий поклон твоим родителям, которые дали тебе жизнь. Перед которым открылся твой свет. Я тоже бесконечно им благодарен, потому что такие гении рождаются раз в сто лет, как ты. Так что в нашем роду все круто. Мы таланты. В этом я уже уверен. Однозначно. Ну а также хочу еще раз возвратиться к той теме, к поздравлениям, что всех своих поклонников, друзей, коллег, родственников хочу поздравить с этим замечательным христианским праздником. Ребята, давайте этот год и последующие годы у нас будут самыми крутыми. И они в разы будут отличаться от предыдущих. Пускай в каждый дом постучится счастье, если оно еще не стучалось. И я очень искренне всем этого желаю. Потому что в этот день обязательно нужно желать счастья. Но счастье включает, как вы сами знаете, в себя очень многое. Поэтому нужно приложить усилия, постараться, и мы тогда будем обязательно счастливы. И дом будет полная чаша. Как-то так. Ну, Вадим, поздравления. Поздравление для тебя будет интересным, потому что оно будет сочетаться с твоей датой. Я думаю, ты уже, наверное, догадался, о чем речь. Еще один момент хочу подчеркнуть, чуть не забыл. Я прекрасно помню, как ты неравнодушен к моему творчеству. Еще с таких вот лет, я не знаю, сколько тебе было тогда, 4-5, ты уже пел мои песни. И ты пел их замечательно. То есть ты их доучивал моментально. Ну, потому что ты гений, естественно. И ты записывал, как помню, твой папа записывал на видео, как ты потом сам записывал эти песни. Особенно помню моменты с песней «Тонкий лед». Как это было энергично, как это было круто. В многоголосии это звучало. Ну, это тембрально было круто. Молодец. Я очень, опять же, горжусь тем, что ты знаешь практически все мои песни. В твоем возрасте это редкость. И плюс редкость, я знаю, ты рыбак. Редкость увидеть мальчишку с удочкой, целеустремленного рыбака, почти профессионала, это редкость. Обычно ты приезжаешь на рыбалку, я сам рыбак, и довольно-таки любитель с большим стажем, да. И ну, кого мы видим на водоемах? Мы видим пожилых людей, каких-то ровесников, да. Ну, может, чуть меньше, может, чуть старше. Но у далеко не таких ребят, которые 15-16-20 лет, профессиональные, практически рыбаки. Я желаю тебе, чтобы ты уже в этом году поймал ту рыбу, за которой ты охотишься. Обязательно это случится, уж поверь мне. Ну, больше я не буду разглагольствовать. Время сюрпризов, время подарков и поздравлений. И от Милен звучит песня «Врождество». Да, именно та песня, которую я однажды написал легенде российской поп-музыки Юрию Штунову. Встречайте, пою живьем сегодня ее я. Поехали! Ручки, фонарики можно включать. Е-е-е! Ночь пройдет, утро проснется. Ручки, фонарики, 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 фонарики. Пройдет, утро проснется. Ручки, фонарики, фонарики, фонарики. Все, как мы того хотели. В эту ночь случилось с нами. Когда? Когда? В Рождество. Ночь пройдет, погаснут звезды. Этой ночи будет мало. Но совсем еще не поздно Повторить на все сначала И желание во взгляде Я считаю осторожно На тебя с улыбкой глядя Устоять мне невозможно Рождество. Повторим. Не хочешь делать так? В реальный струк Я думаю, мне очень повезло То вдохновение, которое в тот момент посетило меня На написании этой песни Поэтому тут логически, опять же, ясно, что Мимо такой песни нельзя было пройти Эту песню обязательно нужно было брать в репертуар Что и сделал наш замечательный Юрий Васильевич Штунов Низкий ему поклон И он всегда с нами Верьте в это, он с нами Всех с Рождеством, с прошедшим Новым Годом Всем в любви, удачи, здоровья Пока-пока С вами был Милен